День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем наш разговор о переходе с протокола HTTP, открытого протокола нашего сайта, на закрытый протокол HTTPS. В предыдущей статье мы говорили с вами, как это сделать. Не у всех это получилось гладко, поэтому сегодня мы будем говорить о тех проблемах, которые у нас возникают после того, как мы переключили наш сайт HP на HTTPS. Как нам выйти на наши проблемы? Если у вашей статьи, у вашей страницы, у вашего блога в адресной строке стоит вот такой зеленый замочек, то проблем на вашей страничке нет. Вспоминаем, что мы называем страничкой. Страница, именно соответствующая данному адресу, который вот здесь расписан у нас в адресной строке, это та страница, которая прокручивается у нас с левого верхнего угла страницы до правого нижнего угла. Так, именно в таком порядке читает код робот. Так вот, этот адрес относится именно к этой странице. Но если мы с вами зайдем на какую-либо другую страницу, вот давайте я сейчас зайду вот сюда на путеводитель этого сайта, у меня здесь точно такой же зеленый замочек, то здесь у меня никаких проблем нет. Но если я, например, выберу какую-либо страничку, ну, например, вот по холестерине, да, то обратите внимание на то, что у меня сейчас открылась страница вот с таким адресом. Этот адрес соответствует данному записи. И видите, это уже не зеленый замочек. Это уже так называемый желтый замочек, а так как я работаю в браузере Front, то у меня здесь не показан желтый замочек, а показана вот такая буковка И в кружочке. Итак, как я должна и как я могу определить все проблемы, которые у меня есть на этом, на этой странице? Я работаю, еще раз повторяю, в браузере Google Chrome, нажимаю вот на этот значок И и получаю сведения о своем сайте. Меня в данный момент интересует вот эта область. Подключение к сайту защищено не полностью по кабинам. И есть возможность посмотреть подробнее, что же на моем сайте происходит. Я кликаю вот по этой ссылке подробнее. И мой экран делится на две половины. Давайте разбираться. Вот это вот та часть той страницы, с которой я сейчас работаю. А вот это вот рабочая часть, которая показывает мне весь код. Обратите внимание на то, что она разделена на три части, эта часть. Вот здесь у меня показано, что у меня установлен валидный, конкретный, хороший сертификат. Видите, зеленый здесь горит огонечек. Здесь у меня показано, что все, что касается этого сертификата, у меня тоже в порядке. По поводу связи этого сайта с хостингом и так далее. А вот третий пункт, посмотрите, показан, что у меня здесь не в порядке ситуация. Потому что, посмотрите, горит красный огонечек. Этот красный огонечек горит напротив слов «mixed content», иначе говоря, смешанный контент. И здесь написано, что в сайт внедрен HTTP протокол. То есть ресурсы с протоколом HTTP. Очень хорошо все понятно. Но как мне определить, что у меня в данном случае является внедренными, какие ресурсы являются именно внедренными с протоколом HTTP? Если я обращусь вот сюда, в правый верхний угол, то я увижу рядом с вот таким желтеньким треугольничком написано, что у меня здесь пять каких-то ошибок. Вот это смешанный контент, пассивный так называемый. Я писала, что такое пассивный, что такое активный смешанный контент, писала в статье. Я не буду сейчас больше на этом останавливаться, потому что мы с вами должны сейчас заниматься конкретно практической работой. Итак, в данном случае у меня вот пять моментов, пять ошибок, завязанных на пассивный контент. Как мне посмотреть, что у меня является в данном случае пассивным контентом? Для того, чтобы это увидеть, я захожу вот в эту опцию, она называется «Консоль». Кликаю на эту опцию и вижу те ссылки, которые у меня с HTTP контентом. Тоже начинающему блогеру, а у нас мы помним о том, что мы с вами работаем именно конкретно с начинающим блогером. Здесь трудно определить, что же это такое. Поэтому, чем хорош Google Chrome, тем, что он вам покажет конкретно воочию, какие ошибки на вашем сайте. Для этого надо просто внимательно посмотреть. Напротив каждой ошибочки стоит вот такой восклицательный знак. Значит, восклицательный знак относится вот к этим двум строчкам. Первая строчка ссылки показывает, что на сайте с HTTPS протоколом ирис.смирнов.com. Вот это адрес статьи. Есть картинка. Вот она, эта картинка, в которой протокол HTTP. Что это за картинка? Чтобы нам не искать ее по этому коду, я просто кликаю на эту ссылочку и вижу саму картинку. Запоминаю эту картинку и чуть позже мы с вами будем править этот код. Чтобы посмотреть еще какие картинки, я просто выхожу опять в консоль и следующую ссылочку кликаю. Опять консоль. Третья ссылочка. Еще раз консоль. Четвертая. И еще раз консоль. Пятая ссылка. Вот пять картинок, которые у меня, по всей видимости, загружены сюда с протоколом HTTP. И они не дают возможности открыть эту страницу с зеленым замочком. Вот таким образом мы с вами определяем наши ошибки. Еще раз повторяю, что ошибки могут быть как у пассивного контента, так и у активного контента. Пассивный контент обозначен здесь желтым треугольничком. Активный смешанный контент показан красным кругом таким маленьким. Когда вы увидите активный контент с ошибками, то вы увидите здесь ссылочки красного цвета. Давайте я вам покажу один такой пример. Например, на одном из сайтов, вот посмотрите, видите, это ошибка с активным контентом. Три единицы. И 11 ошибок с пассивным смешанным контентом. Они будут показаны вот такими тремя строками. Вы тоже сможете определить, что это такое. Или это у вас какой-то плагин работает неправильно. Или это какая-то гифовская картинка загружена. Или это какой-то неправильный код в CSS, например, в вашем шаблоне и так далее. То есть вот эти вещи посмотрите более внимательно. Итак, переходим к чистке нашего контента. Сейчас я вам просто покажу, каким образом это делается. Я захожу в статью, в ее редактирование. Открываю вкладку текста. И внимательно читаю информацию. Вот посмотрите, у меня здесь указана ссылка на картинку на моем сайте по протоколу HTC. Для того, чтобы сделать из вот этой абсолютной ссылки, то есть конкретный, абсолютный путь показан к загрузке этой картинки, чтобы сделать ее относительной, я убираю вот этот вот протокол. Следующим этапом обязательно, что я должна сделать, я должна у атрибута SRC, вот он дает информацию о ссылке на картинку, я должна убрать протокол и перевести эту ссылку из абсолютной в относительную. После того, как вы пройдетесь по всему тексту и исправите все картинки, а видите, здесь картинок достаточно много, вы обновляете свою статью и проверяете ее еще раз. Вот таким образом вы должны пройти буквально по всем статьям своего блога. То есть это достаточно серьезная ручная работа. Следующий момент, о котором я хотела бы поговорить, это о наличии в ваших сайтбарах и футерах дополнительных таких-либо баннеров, которые предлагают вам вывесить или рекламщики, или, например, очень многие работают с сабскрайбом, и у вас вот здесь вот, или здесь, или в футере обязательно висит баннер со ссылкой на ту группу, которую вы публикуете. Вот эти группы обычно, так как сабскрайб еще не перешел на защищенный протокол, и все баннеры установлены очень давно, то они, естественно, являются таким серьезным входом в достаточно неприятной такой позиции, которая создает смешанный контент на вашем сайте. Вот посмотрите, сейчас у меня в данном случае закрытый защищенный сайт, видите, с протоколом HTTPS. Давайте сейчас я поставлю сюда виджет, сайтбар с баннером, субскрайбом. Вот я его установила. Выхожу на сайт. Я выхожу на ту же самую страницу, на главную страницу своего сайта, и вы видите, у меня уже не зеленый замочек здесь, а информационная вот эта кнопка. Давайте зайдем в эту информацию и посмотрим, что же здесь произошло. Видите, появилась у меня ошибка. Давайте посмотрим, что это за ошибка. Вот она, эта ошибка, видите. Показано, что у меня в контенте. Хочу знать вот эта гиповская ссылочка, которая несет вот этот протокол и создает этот смешанный контент. Закрываем это все. Давайте посмотрим, каким образом мы это можем сделать. Первое, что я должна сделать, чтобы исправить все вот это положение, я должна этот баннер... Давайте мы его назовем «Хочу». И этот скриншот загрузить в библиотеку MediaFile. «Медиафайлы», «Добавить новый», выбираем файл, вот он у нас. Он у нас обработался и загрузился. Кликаю вот сюда «Изменить». И вот здесь вот беру ссылку на этот файл. Захожу в виджеты, внешний виджет, вот он этот текст. И ссылку на картинку, вот она эта ссылка, с атрибутом src, я заменяю на ту ссылку, которую мы взяли в метеобиблиотеке. Убираю «Открытый протокол» и сохраняю. Все ссылки на группу остаются на месте. И при выходе на главную страницу я уже вижу опять свой зеленый замочек. А теперь хорошая новость. Не выполнять такую вот серьезную, большую, ручную работу. Потому что на моем рыжем блоге надо править все ссылки. Статей очень много. Я не знаю сколько, полгода, наверное. Поэтому в сети я нашла предложение использования плагина. Я решила попробовать его на своем рыжем сайте. А теперь хочу попробовать и показать его работу вот на этом кофейном блоге. Плагин называется «Beta Search Replace». Он после установки. В статье я дам ссылку на этот плагин. После установки на сайте вы его найдете не в настройках, а в инструментах. Вот он здесь, этот плагин. Заходим в него. Плагин работает временно у вас. То есть вы выполняете эту работу. После того, как работа будет выполнена, вы ее просто удаляете. Этот плагин помогает вам перевести, найти все ссылки с открытым протоколом и заменить на ссылки с закрытым. Что мы с вами должны сделать? Вы берете свой сайт, ссылку точнее на свой сайт, вставляете ее, первое окно, первое поле, вы вставляете ссылку на свой сайт с открытым протоколом. А во второе окно вы вставляете ссылку на свой сайт с закрытым протоколом. То есть вы просите плагин искать все ссылки с открытым протоколом, начинающиеся с iris.smirnov.com. Слэш вот здесь не ставьте, то есть должен быть открытый у вас здесь адрес. И заменить вот все эти адреса нужно на адреса iris.smirnov.com, в данном случае у меня, да, но уже с закрытым протоколом. Посмотрите, тоже слэш, мы здесь не ставим. Это у нас таблицы, которые мы с вами будем выбирать. Здесь два чекбокса. Первый – это поиск по умолчанию с учетом регистра, нам это не нужно. Вторая – это серьезные столбцы, которые ни в коем случае трогать нельзя. Вот зайдете сюда и почитаете внимательно. Вот здесь можно поставить чекбоксик для начала, то есть тогда, когда вы, ну, хотите просто посмотреть, сломается ваш сайт после этого или не сломается. То есть я, например, прогоняла свой рыжий сайт, сначала прогоняла через вот этот закрытый чекбоксик для того, чтобы понять, что все нормально у меня будет. Если же вы хотите, чтобы действительно у вас работа прошла, то вы здесь галочку снимаете. Дальше вы выделяете все таблицы своего сайта, потому что замена должна пройти по всем таблицам вашего сайта. Вот здесь идет выбор таблиц. Предупреждение очень серьезное, на которое вы должны обратить внимание. Прежде чем работать с этим плагином, вы должны сделать бэкап вашего сайта. Зайдите на хостинг и на всякий случай сделайте резервную копию сайта, чтобы можно было после этого что-либо случиться, чтобы вы могли восстановить собственный сайт. И теперь мы с вами запускаем поиск замену. Появляется вот такая вот полоса. Запуск поиска замены идет очень быстро. Работа завершена. Вам предлагается заново войти на ваш сайт. Сделать обновление. Выходим на сайт. Как видите, все стоит на месте. Сайт отображается корректно. И давайте посмотрим наши статьи. Те статьи, которые у меня были под желтым замочком. То есть просто надо проверить все статьи. Вот посмотрите, видите, любая статья теперь у меня, буквально любая статья теперь у меня стоит под зеленым замочком. Так что я советую вам использовать этот плагин. Но только еще раз предупреждаю, что прежде чем его использовать, пожалуйста, сделайте резервную копию базы данных вашего сайта. Еще один плагин, который я хотела бы вам показать, это плагин, который помогает в такой очень мягкой склейке ваших сайтов. То есть вашего сайта. Вы практически делаете два сайта создаете. Первый сайт у вас с открытым протоколом. Это тот протокол, который у вас, тот сайт, который у вас был. А теперь вы создали второй сайт с протоколом закрытым. И вот эти два сайта, они должны быть склеены между собой. Должна пройти склейка. На это нужно необходимого времени. Вот чтобы этот процесс прошел безболезненно, надо установить вот этот плагин еще. Этот плагин вы просто устанавливаете и ничего с ним не делаете. Имейте в виду, что этот плагин должен у вас стоять практически всю оставшуюся жизнь вашего сайта. А вот этот плагин я деактивирую после работы и удаляю. Итак, мы с вами завершили работу по установке HTTPS протокола на ваш сайт. Мы проверили все. Не забывайте после всех этих проверок заходить в свой веб-мастер, смотреть, все ли правильно происходит при склейке ваших сайтов. Очень оперативно отвечать на все запросы, которые вам предлагает сделать веб-мастер. Не бояться того, что ваши позиции в выдаче упадут. Вот, например, посмотрите, видите, сегодня только что у меня был ТИЦ 10 с утра у сайта. А сейчас уже началась склейка. И посмотрите, ТИЦ моего сайта обнулился. Вот имейте это в виду, не пугайтесь. Google нам пообещал, что все позиции вернутся очень быстро. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. Удачного вам перехода. Удачного исправления ошибок. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok